Так скажем, закономерности и все вот эти вот сподвижки к увеличению числа рождаемости. По России? Ну, в принципе, да, по России просто это особенно заметно. На тему того пропаганда ЛГБТ, они все запрещают, все разгоняют и увеличивают материнские капиталы. Короче, такое чувство, что им нужны людские ресурсы, дабы их можно было кидать, тратить и так далее. Ну, в схеме были, не в схеме. Ну, вот у нас была страна, у которой было 14 детей, 9 детей норма, да, рожали люди. Кто-то был успешный, кто-то менее успешный. Медицина была на каком-то уровне. Потом мы свой людской потенциал растратили. У нас началась Гражданская война, в которой мы себя поубивали. Потом вот эта Вторая мировая война, в которой мы себя поубивали. Потом годы социализма, где у нас ориентир был один-два ребенка. Мы подсели на этом. И потом был большой период безденежья, когда мы вышли из распада Советского Союза. Мы вышли в этих лютых 90-х, когда стабильный, но микродоход утратился, а новый еще толком не сформировался. Все это било по нашей рождаемости. Сейчас на наш народ направлена большая масса информации по оскотениванию. Когда тебе и твоим детям ценности диктуют из интернета, и ценности такие, чтобы насладись, позаботься о себе, купи себе хорошую вещь. Все остальное ерунда. Получи кайф сейчас. Эта концепция никак не связана с продолжением потомства. Дети, они у тебя воруют время, воруют ресурсы. Ты живи для себя. Это вот растление такое. Это одними этими сладкими речами можно сокращать население. А это же не одна схема. Там их несколько десятков штампов, шаблонов, которые втыкают в голову, чтобы люди разрушали семью, чтобы люди становились интеллектуально резвыми, лютыми, такими, что он не может уживаться ни с кем, неуживчивыми. Наверное, это слово сюда подходит. Когда человека делают неуживчивым и категоричным, он не может жить с другим человеком рядом. Мальчик не может жить с девочкой. Если они не живут вместе, у них нет совместного ребеночка, потому что некому за ним ухаживать. У девочки нет мальчика, который будет к ней приходить каждый день, и она не сможет вырастить ребеночка. Она одна должна работать там где-то, и она откажется от возможности родить. А, казалось бы, неуживчивость сформирована на уровне психики, пока они росли. Они не могут, они через 20 минут начинают друг другом ругаться. Образно, да? И все. И ячейка не создалась. Это вот схемы, штампы, штампы, которые насаживаются. Это как убить информацию. Вот это вот способы убийства нашего народа. Если мы не родили и не дали потомство, мы умерли. Это способ убийства нашего народа. И, естественно, этой пропаганде античеловеческой, антинашей, против нашего народа, против нашей нации в целом, и всех национальностей. В частности, мы должны противопоставлять свой какой-то вектор. Рождаемости, семьи и так далее. И через средства массовой информации это подается. И пытаются восстанавливать институты, которые помогают сохранять наше государство. Наше государство помогает сохранять институт семьи, институт церкви и казачество. И что мы видим, кто сейчас сильно бьется? Казачьи бригады, верующих нормальных православных пацанов. Стоят как вкопанные, держат позиции и воюют как надо. А что другие-то? А почему нету рядом там роты пидерастов, образно садомитов нету? Они что так не сплотились? Потому что гомики всякие, растленцы, садомиты вот эти, они не способны защитить свою землю. Это уроды моральные. Это не только там какая-то дисфункция половой ориентации. Это уродство, интеллектуальное уродство в целом. Да, либо ты слабый подверженный, что тебя втянули, либо ты... Нет же планеты пидорасов. Нет материка, государства пидорасов. Они не могут себя защитить. Эти уродцы. Садомиты никакие, они не ЛГБТ. Это хрюмумумумум. Если вас заставили пидорасы произносить слово ЛГБТ, ну значит они вас дрессируют. Это долбаные садомиты. Есть у них слово, как они называются. Пидорги, садомиты и так далее. Все. Они не ЛГБТ. Это мразота, которая расслевает. Они не имеют права на пропаганду. Они не имеют права наших детей в школах обманывать на это. Заманку, приманку. Бараны и так найдутся. Сколько-то там деградатов к ним прибьется образно. Но они не имеют права это рекламировать. Основная тема. У нас каждый ребенок знает, что это такое и есть. Да нахрен они должны об этом знать. Они не должны об этом знать. Потом как-нибудь узнают в каком-то объеме информации. Когда придет время. А им надо же сразу в детстве им про все рассказать. Такие дела. Придется либо пикать, либо часть вырезать. Я не знаю. Какую часть? Ну, там прям либо матюки уже были, либо что-то. Какие матюки? Пидорасы – это не матюшина, слово. Ну, тогда оставим. Планета пидорасов однозначно восстанавливает. Все принято. Ну, у меня больше нет таких вопросов. Ну, единственное, по этой же теме можно сказать, что в силу того, что планета, по сути, ближится к максимальному количеству людей, которое может на ней ужиться. Ну, там что-то около 9 миллиардов, что-то посчитано. Что это вот прям максимальный человеческий ресурс, который планета потянет по своему, так скажем. Ну, тут смысл. Часть этих людей могут быть либо нашей крови, либо чужой. Я про весь мир и пропаганду. Про весь мир. Это все движется. Есть же национальности, которые продолжают полный рост, поставлять детей. А есть, которым не дают это делать через информационные инструменты. Вот. И вопрос будущего. Либо в будущем, в этой совокупности, будет часть наших детей, внуков, правнуков, либо не будет. С вами был Виктор Катючек. Канал «Научный трибунал». Будьте с нами. Помогайте распространять нашу информацию. Как-то поддерживайте. Люди должны знать правду. Должны что-то понимать. Что происходит. Научный трибунал. Виктор Катючек. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»